Уча, 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 уча. Вот уже месяц работники местной турбазы пытаются помочь утке, в которую, по всей видимости, кто-то из отдыхающих выстрелил из арбалета. Стрела прошла покасательно, не задев жизненно важные органы. А вон ротик-то она все, его вроде старалась вытащить, а он дальше и дальше, теперь уж вообще насквозь, уж в ногу она плохо и ходить-то вот стало, меньше выходить на берег. Водоплавающая ослабла, совершать длительные перелеты уже не способна. Да и отношения с сородичами ухудшились. Их кормишь, они вот выйдут все, они уж ее как-то боком, это как изгой она у них, больная, видимо. Я ее покричу, у тебя у тебя, она вот приходит, выходит тут, покормишь, вот на этой она вот сидит, вот все это. Ну, потом посидела, отдохнула и опять вот туда. Зиму со стрелой внутри утка точно не переживет, волнуются местные. Однако самостоятельно поймать птицу им не удалось. На помощь пришли зоозащитники. Сначала пробовали ловить сачком, но выманить птицу из воды толком не получилось. Решили подобраться к неуловимой раненой на лодке, но утка и на воде оказалась быстрее. Хватай ее, хватай ее, хватай ее. Близко она не подпускает, мы подплываем, она уплывает или взлетает. Спустя несколько часов поймать раненую птицу сачком так и не удалось. Специалисты перешли к выводу, что без ружья с усыпляющим веществом не обойтись. Дальнейшие действия зоозащитники обсудятся специалистами Пермского зоопарка. Там согласились оказать утке необходимую помощь и приютить до полного выздоровления.